Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли Добрый день, друзья! Добрый день! И сегодня давайте поговорим о курсе «Заявка на счастье». Что давать будем на курсе? Народ ждет, что будет что-то очень новенькое. После медитации. А медитация, казалось бы, уже все, все счастливы. Уже весь мир умнок. А не тут-то было. Не тут-то было. Как раз-таки медитация, она является подготовкой к курсу на счастье. На самом-то деле. Мы все подготовили. Казалось бы, да, на медитации мы удалили, собрали мешочки, удалили. Осознали, что хотимся, создали. Ну, а теперь мы в этих мешочках будем ковыряться. Дело в том, что если взглянуть на то, как формируется реальность, то оказывается, что то, что мы уже видим и осознаем, это не так влияет на нашу реальность. Но оно не создает напрямую декорации. Оно косвенно влияет на создаваемые декорации. А напрямую влияет самая тайная, самая скрытая часть. И вот эта самая тайная, самая вытесненная часть, мы ее называем кабинетом архитектора, самой большой какахой человека. И вот это она и является той основой, которая в дальнейшем формирует счастье или несчастье человека. А есть ли счастье или есть ли несчастье? Или это все об одном? Потому что если мы начнем разбираться в несчастье, то кажется, что мы формируем счастье. Закон парадокса. Когда мы начинаем это осознавать, но подвести человека к закону парадокса нереально сложно. Он говорит, ты что, чокнутый что ли? Как? Болезнь это хорошо, этого быть не может. Обида это хорошо? Нет, это... Мусор, разве это хорошо? О чем ты? Мне это надо удалить, мне это надо избавиться. Это не должно быть в моей жизни. И человек вычеркивает это неосознанно. А на самом деле оказывается, что он-то бриллианты и выкидывает. И я предлагаю бриллианты-то поискать в роду, в карме. И в том, что создает человек. Тоже в этой жизни. Да, это все текущая жизнь. Три загрузки, глубинные загрузки в осознавание. Неожиданные. Неожиданные. Парадоксальные. И конкретно говорящие о заявке на счастье. Да. В осознавании парадокса, когда мы видим болезнь и пытаемся от нее избавиться, и пытаемся считать это все несчастьем. На самом деле несчастье это или счастье? Когда мы видим вот эти родовые программы, которые приходят в отработку, они, как правило, приходят со старческими болезнями, с тяжелыми болезнями, с генетическими поломками. Это о счастье или о несчастье? Опять-таки окружение. Свекр, свекровь, там теща, родители и так далее. Это о счастье или о несчастье? Очень много к осознаванию будет на курсе. И последнее. Человек от ума хочет очень много. А на самом деле это он о счастье или нет? Вот эти осознания недавно накрыли меня, когда я подняла одно письмо. Причем подняла в подсознании прямо во сне, ночью, одно письмо по пунктам, где вот год назад, как я видела развитие инфодайинга. И до меня дошло, что мое подсознание просто уберегло инфодайвинг от того, чего я хотела. Реально уберегло, иначе бы инфодайвинга уже не было. И когда до меня это дошло, я поняла, что вот эта глубинная часть, ей действительно очень интересен инфодайвинг, и она хочет, чтобы он жил. Но это произошло через год. А тогда, мне казалось, был только единственный выход. И я его видела вот в этом письме. Единственный выход. А на самом деле это был единственный вход. Вход, чтобы осознать и выстроить все иначе. И вот эту парадоксальную часть научить человека видеть, чувствовать и осознавать сложно. Мы людям предложили два сценария. Один сценарий обрубить, сказать, пошло все, и я счастлив. И на каком-то этапе это помогает человеку набраться силы, передохнуть, посидеть на пеньке и двинуться в гору дальше. Но от рюкзачка надо избавиться. От него избавиться просто выкинув его не получается. Его надо распотрошить и найти в нем бриллианты. И эти бриллианты использовать на горе. Короче, на курсе у нас будет возможность показать людям крылья. Да. И запустить в полет с горы. Круто. И это гора счастья. И потом в итоге окажется, что счастье во всем абсолютно, везде и во всем. Главное осознавать, в какой ты хочешь счастья. Ты знаешь, есть еще одна подоплека в нашем курсе. Она такая скрытая. Человек априори не знает, что такое счастье. Он даже не может искренне поблагодарить себя и порадоваться себе. Большинству людей. То есть настолько зажатый, что они сразу включают критическим ум. И критическим умом они либо счастливы, либо несчастны. А почувствовать вот эти крылья, вот этот полет, вот эту искренность, эту открытость, они просто не в состоянии. И когда отдаешь это через состояние на курсе, то потом проходит от нескольких дней до нескольких месяцев. И мы получаем те письма, которые мы получаем. То, что мы человеку открыли другую жизнь. То, что мы изменили все. То, что нет возврата к старому. И пошло, пошло, пошло. И речь не только о болезнях. Речь и о творчестве, и о бизнесе, и о проявлениях человека, и об отношениях, и о детях. И о взглядах на жизнь, и о философии, и о религии. И любой аспект. Просто количество этих писем сейчас растет неимоверно. И быстро, очень быстро. И когда люди пишут, как они меняются, и как мы изменили им жизнь, мы понимаем, что это не мы изменили им жизнь. Просто они один раз прикоснулись к тому, что они себе не позволяли. В общем, на курсе мы постараемся распаковать тот рюкзачок, в котором сложены наши крылышки. Да, мы его распакуем, мы его рассмотрим, мы в нем разберемся, и мы в нем найдем те бриллианты, которыми мы обладаем, и которые мы не используем в жизни. То, что действительно служит нам, а мы это выталкиваем, типа это нам не надо. Будем учиться видеть счастье. Итак, когда у нас там курс 7 числа? 7 января, 19.00 до 22.00. С платформы Сабришин, вход, можно зарегистрироваться. Участники, участники. Мы же не просто так на курс на заявку на счастье предложили и Сабришники, тем, кто оплачивает до 1 января. И анкеты, осознание, и блокнотики, как я изменился, проявился. Те, кто плачивает после, да, в подарок. Для чего? Неужели вы думаете, мы бы эти вещи предлагали в подарок, если бы мы вот просто взяли, рубанули и сказали, забудьте. Вот вы изменились, аминь. И что, вы изменились? Вы сожгли. И что, вы сожгли? На самом деле, то, что убирается, это первично приковывается внимание к проблеме. Человек начинает задумываться о том, что с этим можно работать. Опять-таки, приведу примеры своей жизни. Когда-то, ну, это очень давно, это 2000 там какой-то год. Очень давно, 2000 лет назад. Я впервые задумалась о том, что, ну, наверное, возможно как-то изменить свое здоровье, изменить свою жизнь. Наверное, как-то. Но я подумаю об этом позже, потому что я сейчас делаю бизнес, карьеру там и так далее. Я все время бежала, 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 не могла остановиться. Все время думала, я попозже подумаю об этом. И потом в какой-то момент мне попала в руки книжка Мирзакарима Санаколыча «Опыт дурака или ключ к прозрению». И вот это моя первая остановка, когда я так остановилась, читала эту книгу и понимала, стоп, надо задуматься, надо задуматься. Ты так добежишь до 90 лет и все. И вот этот момент, когда ты бежишь и не осознаешь ни счастья, ни несчастья, ни семьи, ни детей. Ты пытаешься заработать денег, а их тебе столько не надо. Но потом оказывается, что все, что тебе умно придумывал, ты служишь кому-то под эти разводы ума и так далее. Там тебя нет, это все тебе не надо, это все чужое, неродное. И вот этот стоп, остановись и задумайся. У меня тогда эту роль сыграла книга. Вот наша медитация сыграет у кого-то такую же роль. Причем у большого количества людей, не у одной сотни. У кого она действительно включит вот этот момент стоп, остановись и задумайся. А вот все, что касается счастья, это следующий шаг. Когда человек не просто остановился и задумался, когда человек готов разобраться с собой, чтобы быть счастливым. Причем разобраться не через несчастье, самокопание, самоистязание и так далее. А достаточно быстро и четко научившись видеть счастье и быть в счастье через состояние, которое мы даем. И через счастье войти в несчастье, которое он считает, что это несчастье. Да? И увидеть изнанку. И увидеть изнанку. И когда вы увидите изнанку, вы осознаете, что это самый лучший вариант, который только мог придумать Бог для того, чтобы вы почувствовали счастье. Угу. Да. Мир в гармонии. Если вам интересно все это, приходите. Приходите. 7 января. Неожиданно. 19 часов. Это будет неожиданный курс. Это будет курс с учетом закона парадокса. И это будет действительно глубинный курс, когда начнутся трансформации осознавания. А не просто эйфория, состояние, сжигание, что кто-то сделает счастье за вас. Ждем. Субтитры создавал DimaTorzok